Ассаляму алейкум, уважаемые зрители! Вы смотрите программу «Лунный календарь», где мы попытаемся приоткрыть завесу истории и посмотреть на знакомые каждому мусульманину вещи свежим взглядом. Сегодня мы поговорим о положении женщин в исламе, о наших с вами мамах, сёстрах, жённых и дочерях. К сожалению, бытовавшее долгие годы расхожее выражение «порабощенная женщина Востока» наложило негативный отпечаток на вообще понятие «женщина в исламе». Большой несправедливостью по отношению к исламу является то, что нашей религии приписываются отрицательные черты, которые ей совершенно не присущи. Многие и до сих пор считают, что женщина в исламе лишена всякого уважения и почёта, и что принципы, составляющие суть этой религии, самым грубым образом попирает её права. Однако, так ли это на самом деле? Давайте проведём небольшой сравнительный анализ и попробуем докопаться до истины. На Западе идея равных социальных прав женщин и мужчин восходит ко времени эпохи Просвещения и Великой Французской революции XVIII века, где была закреплена концепция естественных прав и свобод человека. Подобные нормы были включены в главный документ Французской революции – Декларация прав человека и гражданина 1789 года. Француженки, воодушевленные лозунгами революции, свобода, равенства, братства, создавали свои клубы, активно участвовали во всех общественных событиях. Но после опубликования Декларации, а затем Конституции, Новой Республики, они обнаружили, что свобода и права человека не распространяются на женщин, и к категории граждан, имеющих право владеть собственностью, избирать и быть избранными, были отнесены только мужчины. То есть, ещё в XIX веке женщина Запада была лишена права даже иметь собственное имущество, и лишь в начале XX века они стали приобретать часть прав, которые имеют сегодня. Теперь давайте посмотрим, как же дело обстояло в исламе. Уже в VII веке, по Григорианскому календарю, ислам изменил положение женщины, уравняв её в правах с мужчинами. Имущество женщины объявлялось неприкосновенным, она имела право на наследство, права матери превзошли права отца. Внимание, уделённое дочерям, стало залогом благополучия человека в день суда. А ведь ещё в доисламские времена некоторые арабы хоронили своих новорождённых дочерей заживо, боясь нищеты и позора. Ни одна женщина в мире не имеет права, как имеет мусульманская женщина. Начинает с того, чтобы женщина всегда обеспечена. Хоть бы она дочь, обязан её родителям обеспечить полностью всё, что нужно её питание, еда, площадь и внимание. Второй, как она, например, сестра, старший брат или даже младший брат, он обязан её содержать. Когда она жена, обязан её муж содержать. Когда она мать, её дети обязаны её, если они возросли. С приходом ислама слово «женщина» стало звучать гордо и часто упоминаться. Ведь именно этим словом названа одна из больших сур Корана. Также ислам обязал мужчину по отношению к четырём женщинам – матери, сестре, жене и дочери – в вопросе соблюдения их прав. Проявлять благосклонность к матери, слушаться и радовать её, заступаться за сестру, быть справедливым мужем для жены и дать правильное воспитание дочери – вот небольшой перечень обязанностей любого мусульманина. В религиозных вопросах на мусульманку, достигшую зрелости и находящуюся в здравом уме, возложены те же религиозные обязанности, что и на мусульманина – совершение пятикратной ежедневной молитвы, выплата закята, пост месяц Рамадан и совершение хаджа. Женщины и мужчины получают одинаковую награду за благодеяние и одинаковое наказание за грехи в этой и будущей жизни. Аллах Всевышний сказал. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния. Как видите, не только мужчинам обещано вечное блаженство. В доисламский период мало того, что женщина была лишена права на наследство, она и сама была объектом наследования. По этому поводу тоже был неспослан ясный аят. О, те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданного, которое вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. Ислам считают уважение к женщине признаком благородства и благоразумия. Женщина, как и мужчина, несет ответственность за исправление общества, побуждая людей к добру и удерживая от совершения зла. Женщина, подобно мужчине, имеет право самостоятельно предоставлять убежище, нуждающимися в защите, если при этом не нарушается права мужа, отца или других людей. Аллах Всевышний сказал. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Вопреки расхожему мнению и сложившимся стереотипам, ислам уважает мнение женщины даже в вопросе выбора мужа. Если кто-то хочет жениться на ней, она имеет право согласиться или отказаться. Ни отец, ни опекун не имеет права принудить девушку выйти замуж против ее воли. Есть очень важный хадис, который говорит, кто воспитал две девушки в дух ислама, и их не обижал, и любил их, и обеспечил их хорошее жизнь, хорошее воспитание, они будут защитой от ада. И они будут попросить Аллах, что, ой, Аллах, это мой отец, который меня воспитал, помогал. И я ушла, вышла замуж за другого, как будто он ничего не получил. Взгляд ислама на женщину, на ее место в обществе всесторонен и является эталоном справедливости. Он призывает заботиться о ней на всех этапах ее жизни, с первого дня появления на свет и до самой кончины. Конечно, в исламе нет вседозволенности, и четко определены границы добра и зла, зайдя за которые человек становится преступником. И это касается не только женщин, но и мужчин. Также, ввиду очевидной разности, как в психологическом, так и в физическом смысле, на мужчин и женщин возложены права и обязанности с учетом их особенностей, а не в угоду мужчинам, как думают некоторые. Во время различных богослужений в мечети в Медине, когда пророк, алейхиссарат вассалям, выступал перед людьми, мы знаем, что в мечети вставали женщины и спрашивали пророка. Во время богослужений. То есть, они задавали вопрос, и он тут же им отвечал на эти вопросы. Там сидели мужчины, и не было никаких перегородок. Особое место в исламе уделяется отношению к матери. Несмотря на то, что оба родителя занимают высокое положение и наделены огромными правами перед своими детьми, мать имеет совершенно особый статус, превосходящий статус отца в сфере незатрагивающей имущественных и иных материальных отношений, что, по мнению богословов, свидетельствует о той исключительной роли, которую она играет в жизни ребенка. Мухаммад, который четко и ясно выразился в одном из своих хадисов, он сказал, что рай находится под ногами ваших матерей. А мы знаем, что подавляющее большинство женщин, они матери. И в этом хадисе также показывается о том, что вес матери выше веса отца в три раза. Таким образом, можно смело утверждать, что вряд ли когда-либо человечество было свидетелем такого справедливого отношения к женщине, которое гарантировано ей законами ислама. Из заключений приведем следующие аяты из перевода священного Корана. «Среди его знамений то, что он сотворил из вас, жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие воистину. В этом знамение для людей размышляющих». А наше время подошло к концу, и мы прощаемся с вами. Ассаляму алейкум у рахматуллахи ва баракатух. Ассаляму алейкум у рахматуллахи ва баракатух. Ассаляму алейкум у рахматуллах. Ассаляму алейкум у рахматуллах. Ассаляму алейкум у рахматуллах. Ассаляму алейкум у рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...